Здравствуйте! В эфире программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Август – это время отдыха. Давайте поговорим о том, где и как любят отдыхать белорусы. Как развивалась туристическая индустрия в стране и в регионе в прошлом году? Как перестроилась в связи с эпидемиологической ситуацией в мире в современный период? По данным Национального статистического комитета, каждый белорус в месяц тратит или откладывает на свой отдых почти 55 рублей. В структуре потребительского бюджета среднего белоруса затраты на культуру, спорт и туризм в 2019 году составляли 2,5%, а на санаторно-оздоровительное лечение – 1,6%. Долгое время международные туристические организации не рассматривали Беларусь как туристическую страну. Приводились различные аргументы – от плохого сервиса до недоброжелательности пограничников и таможенников. Хотя основной причиной для отсутствия Беларуси в подобных рейтингах были чисто экономические показатели. Для мировой туристической индустрии привлекательность страны начинается в том случае, если оборот отрасли превышает миллиард долларов. У нас и сейчас меньше, но совершенно неожиданно Беларусь вошла в топ-10 стран для туризма по версии рейтинга Best and Travel 2019. Хотя ничего неожиданного здесь нет. Причиной такого резкого скачка стало введение безвизового режима и проведение европейских игр. В Беларуси зарегистрировано более полутора тысяч предприятий, оказывающих населению туристические услуги. В прошлом году с их помощью смогли организовать свой отдых более двух миллионов наших граждан. Согласно статистике, число отдыхающих в Беларуси и за ее пределами примерно одинаковое. В 2019 году свой отпуск дома провели 1 миллион 107 тысяч белорусов. Выезжали на отдых за рубеж порядка 963 тысяч наших граждан. Где любят отдыхать белорусы? В тройку самых популярных зарубежных стран у белорусов в прошлом году вошли Египет, Турция и Украина. В этих странах в 2019 году свой отпуск провели более половины наших граждан, которые выезжали за рубеж. Теперь поговорим о том, как мы отдыхаем. Социологические опросы показывают, что большинство из нас, 55%, предпочитает отдых на пляже. 27% делают ставку на посещение достопримечательностей, музеев и знаковых мест. А 18% отдыхающих белорусов выбирают активный отдых. Наш туристический бизнес имеет некоторые региональные отличия. Например, в Гомельской области действует 150 субъектов хозяйствования, занимающихся организацией туризма и отдыха. Это третий показатель по стране. Больше только в Минске и Витебском регионе. Третье место Гомельщина занимает также по количеству отдыхающих за границей. В 2019 году турорганизации региона отправили на отдых за рубеж 62 тысячи человек. Значительно меньше, лишь 27 тысяч наших граждан воспользовались услугами турфирм по организации отдыха в Беларуси. Гомельская область – единственный регион Беларуси, кроме Минска, в котором число отдыхающих за рубежом больше, чем желающих проводить отпуск у себя дома. В какой-то степени это вызвано тем, что в Гомельской области меньше популярных брендовых туристических объектов. Ну, например, таких, как в Гродненской и Минской областях, где расположены известные культурно-исторические комплексы «Мир» и «Несвиш», или в Минской и Витебской областях, где находятся природные комплексы «Беловежская пуща» и «Брославские озера». Скромнее в Гомельской области и оздоровительная база. Всего в регионе действует 44 санаторно-курортных объекта. Это значительно меньше, чем в других регионах Беларуси. Для сравнения, в Витебской области таких объектов в 2,5 раза больше – 107. В остальных регионах, кроме Минской, где зарегистрировано 157 санаториев и курортов, ситуация со здоровительными комплексами чуть лучше, чем на Гомельщине. Брестская область – 69 санаторно-курортных объектов, Гродненская и Могилевская области – по 52. Тем не менее, в нашем регионе представлены различные виды туризма. Культурно-познавательный, спортивный, гастрономический, религиозный, охотничий, производственный, рекреационный и агро-экотуризм. Сегодня брендом региона стало «Золотое кольцо Гомельщины» – основной туристический маршрут области, проходящий по 9 населенным пунктам и включающий 17 объектов туристической индустрии. Проект существует уже 10 лет и является одним из самых крупных, реализованных за последнее пятилетие в юго-восточном крае в сфере туризма. В «Золотое кольцо Гомельского края» вошли 9 населенных пунктов – непосредственно областной центр, Мозырь, Ветка, Лоев, Речица, Чечерск, городской поселок Туров Житковичского района, деревни Юровичи – Калинковичский район и Красный берег – Жлобинский район. В структуре туристической инфраструктуры региона также активно 75 гостиниц и других объектов для размещения туристов. Оставляет желать лучшего агротуризм. В регионе действует более 170 агроусадеб и других объектов экотуризма. Для сравнения, в столичном регионе их насчитывается около 900, а во всех остальных областях не менее 200 в каждом. Всего агроусадеб в стране 2760. И в них в 2019 году отдохнули почти 15 тысяч человек, 90% из них – белорусы. О том, что внутренний белорусский туризм пока все еще проигрывает перед заграничными турами, уже писалось и говорилось немало. И, к сожалению, это подтверждают цифры статистики. В этом году туристическая отрасль значительно пострадала от пандемии коронавируса COVID-19. Эпидемиологическая ситуация повлияла на железнодорожное и авиационное сообщения между странами. Многие государства начали выводить ограничения на въезд иностранных граждан. Компании, вынужденные экстренно возвращать людям деньги за несостоявшиеся туры, столкнулись с рядом сложности при работе с партнерами в других странах. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире многим путешественникам пришлось отказаться от привычного отдыха за рубежом. В какой-то степени это шанс для развития туризма внутреннего. Насколько в этом отношении сможет перестроиться туристическая отрасль в стране и у нас в регионе, покажет время. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю.